И благотворение Барам Гуру, его святейшество Швеладжа Монархи Махараджи, его божественные милости Швеладжа Барапады и всей Гуру Барам Пары, ваши казанские ученики, среди которых 8 власть инициированных, преданных 28 инициированных. И это следующее направление, советь театрю в департаменте поклонения божества, в департаменте кухни регуляторы готовят и раздают просады, в том числе на воскресные и шнедельные праздничные пиры. Участвуют в приготовлении просады для почетных гостей, духовных учителей, готовят регулярные обеды для главных божеств Казанского храма сознания Кришны. Швей Швейнита и Гуру Сундры, жертвуют средства для организации просады и пиров. У наших божеств есть личная Швейна, ваша ученица. И за прошлый год с помощью препятствий было изготовлено 6 комплектов одежды в департаменте Прокурти и Сан-Кирстене, распространение книг и проведение хорина. Организуются регулярные лекции по швейн-базукам в храме. Отвечаются за купку и хранение книг швейн-базу для всей ядры. Участвуют в организации проведения таких фестивалей, как Заботы о преданных, Всероссийский фестиваль Сан-Кирстене и других. Организовывают поездки по святым местам на Гаубу-Бургиму и на Картику. Также в департаменте образования в его рамках проведено 3 курса ученика в ИСКОН курса. И также ваши ученики участвуют в проекте Большого Матического Практикума и других образовательных программ. Они взяли ответственность за департамент проповеди и Сан-Кирстены, цветочный департамент для поклонения божеством, искудовления гирлянд, букетов и украшения алтаря на празднике. Также в департаменте образования наши ядры, транспортный департамент, предмочаряющие системы наставничества преданных, систему бактин-ривш и являются наставниками для многих преданных ядр. Участвуют в работе хозяйственного и экономического департамента, обеспечивают охрану храмов, отвечают за работу различных инструментов и аппаратурных храмов, делают регулярную уборку нашего храма. За последний год с их участием в нашем храме Сознания Кришны была проведена реконструкция отопления и горячего водоснабжения, а также ремонт фасада. Из 23 партий рикш, которые проводятся в Казани, 7 бактин-ривш, бедон, ваши ученики, и трое лидеров секторов бактин-ривш. Также проводится и шнедельная кураторская намахата наставников, проводится намахата по изучению вагон-гиды, и также медицинская намахата для поддержания здоровья преданных. Преданных предоставляют квартиры, помещения для проведения различных проповеднических мероприятий. От Сан-Киртана только по официальным данным было распространено 8031 книга Шива-Парупады за 2018 год. Ваши ученики организуют и готовят просады для Сан-Киртанчика во время марафона Шива-Парупады и в течение всего года для Сан-Киртанчика промочают. Регулярно отделан пожертвенный храм на поклонение божествам, закупки бхоги и другие нужды на финансирование проповедей Сан-Киртана. Организуются выезды групп Сан-Киртаны для распространения книг в другие города, соседние области и республики. Также участвуют Ваши ученики в работе Вашинской школы, и совместно с ней, с школой развивается проект «Дом семьи», в котором мы сейчас и все находимся. Далее... Казанскую политическую библиотеку. Мы собираем книги по политическому знанию. Прямо сейчас запускается образовательный проект по построению и ведению бизнеса в Ашнане согласно Шастерову. Проводится ежедневная встреча клуба в психологии Бой-3000. И они также проводят благотворительные программы по помощи многодетным «Одиноким мамам». Осуществляется руководство проекта «Пища жизни» в Казани и организуется коробление посадом людей, всех желающих, городские мероприятия. Также на материнских старелах проводится программа регулярная программа, то есть раздача просадок в детских больницах. И также на образах войны, праздник мусульманский, тоже были разваны много просадок. По вашему благословению основана первая вегетарианская школа-студия в Казани. И проводятся вулинарные курсы. За последний год было проведено 33 вулинарных курса, учено около 250 человек. На этих курсах распространяются тоже книги по личной кулинарии. Также претные проводят вегетарианские курсы у себя дома. Также у нас работает вегетарианское кафе «Говидас» в Казани. И в нем работают администраторы, официанты, ученики. Ваши ученики. Вот этим кафе, то есть там сотрудничают все прятанные, разных духовных учителей. За 2018 год только больше 25 тысяч человек накормлено просадом. Больше 18 тысяч тонн просады продано. Из них, да, и в кафе каждый день приходят 100 человек. Далее, это кафе было признано лучшим в республике в сфере здорового питания. Также претные осуществляют регулярно приготовление просады дома и развозят его другим людям, продают всем желающим. Служат в Гошале, в нашем коровнике, в поселении Добраныш. Также проходят уроки трезвости, нравственности в школах и университетах с молодежью. Каждый месяц мы проводим встречи ваших учеников. А вот и... Гром, хорошо, вот Матышев сказал, что мы находимся в доме семьи. Здесь вот я хотел... Матышевна Матышевна очень активно служит здесь. Каждую неделю вкладывается в этот проект. Пару слов скажите, и у вас тоже есть вопрос. Можно с вами задать. Харь Кришна, дорогой Голуба Хараж. Вот это здание, пока здесь больше все-таки детские программы работают. Вам приятно, уже вдохновились. И в ближайшее время мы надеемся, что здесь запустятся и другие программы. Здесь также педагоги другие школьные присутствуют. У нас вопрос к вам в связи с нашими ребятами. Дело в том, что сейчас, пока у нас здесь начальная школа, учатся мальчики. Шесть мальчиков учатся, второй, третий класс. И мы не знаем, как правильнее нам поступить, как разумнее нам поступить, оставлять их дальше, чтобы они учились дальше, ну сколько лет в таких условиях, или же нам дать им какую-то базу и дальше постараться их отпустить в обычную российскую школу или какие-то другие условия, как лучше для них, для становления их личности. Потому что самое разное здесь и там, но в то же время здесь получается немного закрытые условия для них, и они многие просто не знают, что творится вокруг них в жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Также вы можете организовать какие-то встречи с детьми или с другими школами, какие-то знакомства или какие-то совместные, может быть, творческие программы, обмен, духовный обмен. Если у вас есть детская школа, она тоже может участвовать в каких-то культурных программах, выступать, например. Это вопрос организации. Это вопрос, как вы как исправитесь с этим. Начальная школа – это не так сложно, чем старше дети, тем сложнее уже. Уже их желание, нужно учитывать их особые склонности, характеры, нужно больше внимания уделять. Если вы справляетесь с этой программой, то это очень хорошо. Спасибо. 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 Я не знаю, что будет в будущем. Дхама, Вриндаван Дхама, согласно видению Шилы Прабхупады, она будет расширяться, эманировать, распространяться по всему миру. Это также касается Майяпура Дхамы, Вриндаван Дхамы, Джаганатхапурии. То есть все святые места, они будут эманировать. Например, в Казани также можно сказать, что у вас атмосфера Вриндавана, когда у вас вливаются святые имена. Когда танцуете на киртанах, когда изучаете Бхагавадгирту, когда проповедуете, собственно, это и есть тот самый Вриндаван и Майяпур. Прежде всего это будет панчататва шествовать по всему миру, панчататва. Санкиртана начала свое движение из дома Шривасачарии. Там, там зародилась Санкиртана, недалеко от Йога Питв, вместо явления Господа Читаний. Там они воспевали ночные киртаны, сокровенные расы. Расы Господа Читания распространял эту сокровенную расу на своих близких спутников. И оттуда, с того места, именно вот эта как бы родина Санкиртана стала распространяться за пределы уже. Сначала по улицам Навадвипы, затем Далии, затем Господь Читаний принимает Саньясу, путешествует по всей Индии. Миллионы последователей, причем Господь Читаний не проповедует философию, он просто воспевает, он ходит в этом состоянии разлуки, Шимати Радхарани. Он проливает слезы, проявляет другие признаки, и люди чувствуют эту атмосферу, глядя на него, глядя на только его облик или какое-то даже мгновение, его поведение, походку улавливают, и они становятся преданными. Это сила чистого воспевания, сила чистого воспевания. Это воспевание распространяется, это предопределено, это непреодолимо, это неудержимо. Даже Кали, Юга будет отступать, отступать, в конце концов, начнется сильнейшее процветание могущественное по всему миру. Вриндаван Дхамы, что касается Вриндаван Дхамы, с течением времени какие-то места, они, ну, как бы, скрываются. Мы только что вернулись из Манмандира, Мансаровар. Это место, где Шимати Радхарани пряталась в гневе от Кришны, она была разгневана на него, она уединилась, она не хотела больше встречаться, с этим обманщиком она говорила. И там Кришна коснулся своей головой, ее стоп. Я помню, мы были, может быть, лет 10 назад, может быть, еще больше в этом месте, оно было совершенно, ну, другое, по-другому выглядело внешне. Сейчас там построены какие-то дома, уже там дорога туда асфальтированная. А раньше мы шли, мы перебирались через Емуну на лодке и пешком шли 5 километров по полевым тропам и дорожкам и приходили в такой, знаете, потаенный уголок Вриндавана, где вообще никаких признаков нет материальной цивилизации, никогда их не было, не ступала нога материалиста, как говорится. И там мы видели Пуджарев, таких, знаете, классических, с огромными кантемалами, этот Саровор, там, озеро Кунда, Слезы Радхарани. Это была запредельная, совершенно фантастическая атмосфера Вриндавана, Кунжи, потрясающие эти деревья, павлины. И Пуджарий лежал возле храма и слушал какую-то радио, западную музыку, что нас шокировало. Вот сейчас это более-менее становится современным местом, куда можно подъехать автобусами, там вымощены площадки, вокруг Кунда сделана из камня дорожка, можно обойти. Но, и также вот этот русский дом, он вместе находится в сокровенном, это лес Вриндавана на самом деле здесь был. Теперь здесь вот шестиэтажный русский дом и другие дома строятся. Уже супермаркет тут скоро будет открываться. В этом же месте, где был просто лес Вриндавана, мы наблюдали, это видели. Мы были в этом лесу Вриндавана когда-то. И мы об этом думали. А этого хотел Павлопада также, чтобы люди со всего мира могли увидеть Вриндаван. Это очень важный момент. И что же не увидит во Вриндаване? Русский дом? Асфальт? Что теперь будет? Нет, Вриндаван это не внешняя как бы структура. Вриндаван это Пхава. Это описано, вот эта особая как бы сила Вриндавана, это внутренняя энергия. На внешнем уровне мы видим много перемен. Это уже такой город духовного туризма можно назвать. Где вот очень много паломников, особенно в празднике, в Картику или Гавропурне. Вот здесь пробки, но автомобильные. Огромное количество людей приезжает в храм, войти практически невозможно. И это воспевание, воспевание, воспевание привлекает множество людей. Также строятся еще храмы, еще храмы, дорогие люди, вкладывают деньги со всего мира. Сейчас это мировой центр становится, международный центр Вриндаван. Но Пхава осталась прежняя, потому что Пхава в Вриндаване, его сила вся в пыли, пыль Вриндавана, она та же самая осталась. Если вы поедете в Джаганадхапури, то там Прасад именно. Здесь во Вриндаване пыль. И вот эта Пхава, вы начинаете совершать служение, или идти на Парикраму, или вы воспеваете хиртан, или идите Прасад. И вы сразу попадаете в этот мир Пхавы, этого особого настроения Вриндавана. Оно ничем не меняется, никакими внешними формами. Именно в эту Пхаву мы распространяем и в Казани, и в Москве, и в Петербурге, и в Владивостоке, и в Европе, и в Нью-Йорке, и в Австралии. Та же самая Пхава распространяется. Пхава эманирует. Пхава расширяется. Вот это можно с уверенностью сказать. Но Холмгавртхам уменьшается. Правда, я особенно не замечаю за эти годы, что он стал меньше. Но, по определению, он должен уменьшаться еще со времен, с тех старых времен, когда он был проклят мудрецом. Он постепенно уйдет под землю. Но тот, кто видит духовными глазами, он видит, что Гавртхан такой же, как и раньше. Десятки мили вверх. Радакун, Шьямакун, это тоже 7 на 3 мили эти озера. Но это духовное видение. Так что развивайте духовное видение, и вы будете видеть Вриндаван повсюду, на самом деле. Повсюду, где вы говорите о Кришне, это, несомненно, Вриндаван. Вот это дал Господь читание Махапрабху. Он распространяет настроение разлуки, Радхарани, которые он испытывает только на оголоке Вриндавани. Только во Вриндаване это можно понять. И сейчас это по повелению Господа читание, по милости Шила Прабхупады. Также мы участники этого движения, нам очень повезло. Мы распространяем эту пхаву, любовь к Богу. Да, еще вопрос. Спасибо большое. Давайте еще один вопрос из Казани. И другие предыдущие, когда бежим в членах. Потом вам слово передадим, пожалуйста, тоже вопрос. Готовься. Мари, Кришна, Радхупа, Махмахарадж. Такой вопрос. У нас недавно был в Альбике, право, для обсуждения. И он сказал, что предное служение, если нравится, это не предное служение. И вот такие смятения у предных хампуни возникли, что мы же тогда все выгорим, если все служения, нам не должны нравиться. То есть через аскерс только можно заниматься предным служением. Непреданное служение – это не то, что нравится, а то, что не нравится. Если вам не нравится, то это непреданное служение. Вот Вальми, Киправу сказал как раз наоборот. Если нравится, значит, это не служение. Вот пусть теперь объясняет то, что он сказал, я не знаю. Может быть, имелось в виду то, что когда мы привязаны к чему-то, к какому-то материальному вкусу деятельности, тогда это справедливо, да. Но преданное служение всегда нравится. Если человек преданный, то чем бы он ни занимался, каким бы видом служения ни занимался, ему всегда это будет нравиться. Потому что он отъявляет из любви к Кришне. Например, вам нравится петь Киртан или не нравится петь Киртан? Нравится или нет петь Киртан? Ну тогда это непреданное служение. Тогда это непреданное служение, по словарю Вальмики. Значит, он что-то имел в виду другое, спросите его еще раз. А про сад нравится есть? Ну тогда какое же это служение преданное? По словарю Вальмики не совпадает. Но я понимаю, о чем он говорит, что иногда мы привязаны к какой-то деятельности и не хотим делать что-то другое. Хотя это тоже преданное служение. Мы капризничаем. В этом смысле да. Если мы это делаем для своего удовольствия, то это непреданное служение. В этом смысле я понимаю его. И в этом смысле. Ну что-то ясно? Спасибо большое. Нарвеженый, что мы готовы задать вопрос? да да у нас молодой яд, мы в 2017 году по милости ученицы вашей Дурека Горби собирались 6 человек сначала, но уже в этом году у нас больше и больше становятся преды последователей Доброшелательского клуба Махададжи и хотел небольшой актоп прочитать, мы собираемся у нас помимо старших предыдущих участников партии и Дианы Госпании, в котором проводятся посредственные программы, вас пашем от Барклоком, от Барклок-Витинь, проводим различные праздники, также снимаем помещения, когда очень много собираются предыдущих гостей вот вот прохновидническая деятельность проводим на по санкетному выходному дня также ежегодные марафоны жилы-пропавцы, в которых очень величное количество распространяется в миг вот пища жизни у нас проводится программа детский прохновид женские санки проводим на макаты вот и выказывающие мы поем киртун и киртун сейчас очень вдохновляюся и еще недавно появились у нас жабрадиквита тоже вот по праздничным когда есть и время мы проводим жабрадиквит вот и и у предметов есть вопросы хотели его задать вам тоже вот и первый такой вопрос город Макараш, пожалуйста в связи с законом яровой у предметов у многих появился страх который выходить вот как вот вдохновить предметов чтобы выходили с у нас замки чтобы могли распространять книги и страх связывать у которых вопросы первое что касается закона яровой он многих напугал предных которые собирались выйти на улицу с книгами или уже практиковали это это первая волна страха была сильного причем ну а потом так или иначе предные как-то оправились после первой волны страха стали тем не менее что-то делать пытаться и начались суды заявляли какие-то люди на проповедь или на харинамы или на какие-то программы и практически все эти суды были выиграны даже если сначала были проиграны потом подавали на апелляцию выигрывали практически все суды вот и сейчас к этому более-менее уже привыкли уже страха такого нет уже прошли через не такая уж ужасная вещь оказалась вот также научились перед программами говорить что мы проводим это исключительно для последователей ведической культуры саднани Кришны то есть мы не хотим кому-то это навязывать и так далее предупреждая что тот кто не является последователем не хочет слушать то есть не присутствуете здесь это записывается потом это тоже документ становится и таким образом нет повода осуждать кроме этого если кто-то именно выходит на улицу с книгами или проповедует сосвяжитесь с Махабаларамом Прабу который вот как раз эти законы очень хорошо знает и знает что нужно предпринимать в тех или иных случаях телефон возьмите его вот и не бойтесь это первый момент и второй момент важный что важнее всего то есть это также Кришна закон мировой это также одна из его сторон так мы теперь рассматриваем это духовно и как явление новшества нужно нужно одну вещь понять что очень важно в какой гуне мы распространяем в каком качестве мы это делаем как мы обращаемся к людям как себя ведем какие чувства эмоции вызываем или мысли у людей то есть почему люди заявляют может быть они боятся нас может быть они они не понимают может быть они что-то думают про нас плохое что-то слышали плохое про нас поэтому важно в какой гуне человек это делает в каком качестве если мы ведемся очень культурно с добротой к людям и так далее не навязываем ну если какие-то качества мы имеем то люди не будут даже замечать что мы что-то им проповедуем этому тоже нужно нам учиться какое-то время обратить внимание на качество распространения качество проповеди то есть самое важное чтобы люди не чувствовали что им навязывается что-то или их насильно куда-то вовлекают вот это их настораживает сейчас вот поэтому давайте будем учиться как это делать более качественно вот две стороны стороны закона и сторона внутренняя что мы тоже можем так улучшить свою квалификацию проповедь качество набережной темной пожалуйста еще можно попросить поделиться как в одной из веков говорили что мы можем только в кирпене могли бы вы пояснить как это фактически сделать или просто танцуя и спевая все имена мы можем получить этот опыт получить еще получить этот опыт какой опыт осознание души что я солдат осознание души в киртане вы можете получить от киртана все что хотите нам намакари бху тхани джасара ваш актист так то есть имя святое могучно беспредельно источник всех энергий это сам кришна поэтому можете получить все что угодно духовные знания пожалуйста освобождение в брамане пожалуйста богатство жизнь на райской планете пожалуйста что выбираете набережных челнах что хотите ну вот и все вот весь ответ ты прекрасно знаешь ты хочешь понять как это работает механизм например вот если ходишь на работу как ты получаешь зарплату какой-то механизм кто-то начисляет верно же какая-то личность начисляете в бухгалтерии верно же твою зарплату а здесь кришна начисляет тут и вся разница очень похожий механизм от чего это зависит от чего это зависит только от кришны зависит если он доволен если он доволен тобой он исполняет желание если ты поешь танцуешь для него то кришна доволен ничего сложного не придумывая ничего сложного в этом нет кришна все может для нас кажется сложными для кришны это совсем не сложно он может выполнить любое желание в любое время если мы на самом деле чего-то хотим если наше желание искренне любое желание выполнимо не сомневайся есть еще один вопрос это у нас в городе к сожалению нет права еще пока и вот я не хотела бы понять что нам нужно чтобы для настроения движения было предано чтобы была предка вера что мы должны делать а сколько предных в набережной челнах примерно около ста на праздниках собираются на праздниках на праздниках около 90 человек ну я не думаю что храм нужно сейчас вам строить может быть центр какой-то проповеднический был бы то что могли бы вы легко поддерживать храм труднее поддерживать поэтому может быть какой-то центр даже можно какой-то клуб организовать ну что сейчас возможно в ваших силах сделать не спешите с храмом у вас все хорошо сейчас спасибо 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 приятно у нас рассказание есть один Олег Кришна Олег Кришна дорогого макараш привите наши комфороны спасибо вам за встречу и для нас настоящий праздник сегодня Я хотела задать такой вопрос. Мы часто на нашей встрече говорим о том, что удовлетворить Гуру можно участвовать в миссии и распространять сознание Гришны. Но не все служения связаны напрямую с проповедью. Предваряют ли вас такие виды служения? И не всегда они связаны с сотрудничеством. Как быть в этом случае? Как нам лучше объединяться, сотрудничать? Потому что совместный проект наш, он пока что-то нас занимает, и увлечу всех, как бы нас, пока мы не знаем. Но сотрудничество, оно действительно необходимое, оно объединяет. И вот как нам быть со всем этим, чтобы вас установить, и чтобы вы приехали к нам в Казань? Мы вас приглашаем. Я уже забыл вопрос. Ну, если служение напрямую с проповеди не связано, вот, просто у меня у подопечных, не у всех служение, чисто проповедническое, и вот они беспокоятся, что, ну, нужно ли им это служение. И вот как вы на это смотрите, удовлетворяет ли вас вот это? Так будет очень трудно развивать движение. Попытаемся понять, разобрать этот вопрос. Это важный вопрос. Судя по вопросу, какие-то служения выглядят более важными, какие-то менее важными. Это не может быть такого в духовной жизни. В принципе, такого не бывает. Но смотрите, что происходит. Как это все связано в единое движение? Как это? Пропопада связывает все любые наши попытки служить Кришне, совершенно, несовершенно, разного вида деятельности, связывает в одно направление. Например, проповедник приезжает в какое-то новое место, Пропопада приехал в Америку, что он начал делать? Он начал проповедовать, петь киртан, проповедовать, готовить просад, снова петь киртан, проповедовать, готовить просад, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Затем к этому его служению стали добавляться служения его учеников, последователей. Кто что мог Тогда нужно было, скажем, редактировать книги правопады Или отпечатывать на машинке Какая-то была необходимость И стали появляться новые виды деятельности Видите, для чего? Чтобы улучшить распространение Цель была та же самая Нужно было купить печатный станок, допустим Или издать Бхагавадгиту Или редактировать То есть какие-то еще работы В храме кто-то должен был готовить Кто-то уже служить божеством Кто-то мыть полы Кто-то ходить в магазин На кухне готовить И так стали добавляться больше и больше В конце концов стали появляться храмы Где мы что имеем сейчас Столько видов деятельности Стали появляться общины, грехаст Фермы Какие-то предприятия и так далее Но не забывайте, зачем все это нужно Что мы могли проповедовать Готовить прадсад Распространять сознание Кришны и книги правопады Вот это дух, объединяющий наше движение Если вас спросят в храме Вы моете полы Что вы делаете? Вы должны знать, что вы Что вы помогаете движению Санкиртаны Даже если просто моете полы в храме Вы помогаете движению Санкиртаны Если вы на кухне готовите Вы служите движению Санкиртаны Если вы книги распространяете Вы служите движению Санкиртаны Если вы Киртан поете Движение Санкиртаны Все вы делаете для движения Санкиртана Для Господа Читания Тогда у вас не будет разногласий Это вопрос сознания Не профессионального деления варм А сознания, ашрама Мы все в семье Господа Читания Что бы мы ни делали Что бы мы ни ели Мы делаем как по отношению Господу Читания Любая деятельность Освобождает человека От кармы Вот это нужно нам понять Вот это и сознание Кришны А это знаете Уровень материальный Когда мы говорим Вот это вот проповедь А это вот непонятно что Это второсортное Это первосортное Однажды К праппаде обратился Один преданный художник Они должны были сидеть Тогда днями и ночами Делать иллюстрации К книгам праппады Художники И понятно что не могли Войти на Санкиртану А тогда был дух Именно распространения Санкиртана И считалось что Тот кто книги не распространяет Тот так или иначе В мае находится И к ним так относились Как к второсортным преданным Так он рассказал Праппаде об этом Он спросил Может мне тоже Все это бросить И выйти на Санкиртану Праппаде очень интересно ответил Он сказал что Твое служение Может быть даже еще важнее Чем книги Например эти книги Еще нужно прочитать Еще понять Еще их нужно перевести На другие языки Еще неизвестно Какой будет перевод Это все Праппад сказал Но когда ты Заружаешь Кришну Он понятен на любом языке И сразу люди получают Представление о Кришне Это очень важное служение Может быть сейчас Самое важное служение Поэтому что важно Это вопрос актуальности Потому что в духовном смысле Все важно одинаково Потому что все для Кришны Но актуально Если мы видим что Храм грязный Мы скажем Самое важное Поддерживать чистоту Если мы видим что В храме книги Не распространяются Толком Мы скажем Самое важное Это распространение Книг Праппады Если мы видим что В храме очень плохо Готовят Прасад Не квалифицируем Скажем Самое главное Готовить Научиться хорошо Прасад для Кришны Акценты смещаются Согласно месту Времени обстоятельств Но на самом деле Важно абсолютно все Что мы можем делать Без Прасада Что мы сможем делать Без храмов Все будет труднее Что без чистоты И любую вещь устраните И движение пострадает Если кто-то делает Гирлянды для божеств Это очень важное служение Это для Кришны И непосредственно для него Пуджари тоже говорил Праппады Я книги не распространяю И потом на программы Не на все хожу На фестивали Я привязан к божествам Прикован У меня вот такая аскеза Но Праппады Говорят Пуджари уже освобожден Он уже непосредственно Служит Кришне Он уже освобожден И так Любое служение Если мы имеем Дух Санкиртаны Оно абсолютно Согласно И все же Мы должны знать Что это движение Санкиртаны Это движение Распространения Славы святого имени Чем бы вы ни занимались Должны это твердо понимать Вот этот дух Нужно принять Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Мы видим Движение Связь Хуже стало Сейчас вас практически не слышно Прерывается Пока мы ничего не поняли Пока не слышно Мы нас слышали сейчас Так Сейчас что-то слышу Ну попробуем Насчет Казани Я забыл про вторую часть вопроса Сначала про первую Потом про вторую забыл Кажется Казань Не попадает В этом году Хотя мне кажется Это под вопросом Это не окончательно Когда мы будем ехать Из Урала То мы можем проехать Через Нижний Новгород И там Казань недалеко Казань Между Уралом И Нижнего Новгорода Между Уралом Нижнего Новгорода Между Уралом Сейчас набережная Челны И потом Казань Дорога так Если что кажется Поправится А Нижний Новгород где? Он потом будет Нижний Новгород? Если с Урала ехать Сначала Оказань Потом Нижний Новгород Сначала Оказань Потом Нижний Новгород Связь немножко прервается Врач-Гуран Про буднисьмоприсупствую Здесь у него Для семья заболела Медбратом сейчас Служит И в Бриславу вопрос Я после его вопроса Зачитываю Он пишет Изгалкиваем Детские Вочинавские Расскраски Книги И что-то еще Некоторые преданные Ссылались на письмо Прокупали И говорят Что преданно Нужно отдавать все Почти по себе стоимостью Вопрос Правильно Этихизм Для развития проекта И поддержания себя Так Если я правильно понял вопрос На преданных бизнес Не делайте Это более-менее Благотворительная деятельность Что касается преданных Не хотелось Чтобы между нами Были Такие отношения Вот Поэтому Это Не то что бизнес Но Для какого-то Поддержания себя Можно что-то делать Но не бизнес Не то что Мы можем развивать Какой-то там бизнес Получать какие-то деньги Увеличивать прибыль И прочее Заботиться Именно об этом С этой стороны Мы просто хотим Помочь преданным Вот Выпускать такие книги Для детей И что-то там Какую-то сумму На поддержание Мы можем собрать Ну в таком вот Скромном духе Что касается преданных В таком более-менее Скромном духе Потому что Если преданный Почувствует Отношения Бизнеса Они будут скованы В отношениях Духовных Неблагоприятны Будут для взаимоотношений Если хотите Именно бизнес Сделать Как-то Ну Состояние Заработать что-то Это нужно делать В другом месте Харе Кришла Связь пропала Я слышу Грубо, раз Да-да Да, связь хуже стала Харе Кришна Грума Харадж Она слышна? Я слышу сейчас Зади станет Все ресурсы Есть Работает Это у них, да? Харе Бол? Харе Бол? Харе Бол? Приятный Набережный Челнов Задавайте вопрос Пока связь есть Грубо Харадж Мы хотим Сказать на благословение Пожалуйста На проповедь Для нашей яхты Для учеников Ваших Это Казань Или Набережный Челны? Это Набережный Челны А-а-а Набережный Челны Хочет лидировать В проповеди Ну вот видите Какой у них энтузиазм Вот они Они будут проповедовать Да Да, да Все благословения уже есть Просто проповедуйте И один вопрос у нас еще есть Седьмое время Так Да Да У меня вот такой вопрос А, вопрос вот про смерть Есть такое понимание, да Что вот как бы все равно умрет Почему не хочется умирать Почему Есть такая сходка Когда умирает близкий Когда болеют близкие Хотя вот теоретические же есть Понимание Что как бы держаться Незачем В этом мире Ну почему вот не хочется умирать Спасибо А никто не умирает Мы перевоплощаемся Нет Смерти не существует для души Но поскольку есть Страх Страх может быть Да Но мы сегодня как раз вот слушали Гапал Кришна Гасвами И кто-то спросил Подобный вопрос Задал Он сказал, что Мы боимся экзамена Но если мы готовы к экзамену Мы не так боимся Вопрос как бы подготовки Квалификации Пропадают пример Кошки Котенка И крысы Крыса очень боится Пасти кошки А котенок нет Он просто волнуется Что мама о нем заботится Это вопрос подготовки Времени Сейчас скажем Кто-то сильно боится смерти Но если вы подготовитесь Вы сможете принять Это нормально Потому что Смерти для души Не существует Это более-менее Иллюзия Сильная иллюзия Каждый Кто имеет тело Имеет какую-то Аханкару Имеет связь С телом Несомненно будет И испытывать чувство страха Но Пропад говорит Не смиряйтесь со смертью Вы не должны умирать Делайте все возможное Чтобы жить Лечитесь Если нужно Поддерживайте себя Будьте здоровы Живите долго Но если смерть пришла Вы должны победить ее Духовно Не смиряйтесь со смертью Вы все равно Преодолеваете ее Воспеваете Харе Кришна Обращаетесь к Богу Таким образом Вы не можете умереть Мы уже умирали Много раз с вами Боже мой О чем беспокоитесь так Уже много-много-много Рождений и смертей было Это же не последнее Не единственное Мы в самсаре еще находимся Но в течение времени Поскольку у нас есть практика Сознание Кришны Это очень сильный процесс Могущественный Кришна позаботится Об этой стороне Страх проходит Не бойся Есть еще один Вот присланный вопрос Преодолевый из Казани Скажите пожалуйста Как каждый день Развивать и поддерживать Глубокую связь с Духовным Учителем То есть всегда Остаться в настроении Ученика и слуги Действовать как душа А в сложные моменты Помнить о Духовном Учителе Молиться и просить разума А когда приходит Удача, успех, слава Помнить Что это не моя заслуга А проявление милости Духовного Учителя И остаться Спередом Продолжать свое служение Ну да, ты все правильно сказал Написал, все хорошо Вот так и есть Мне даже отвечать ничего не нужно Вот раз эти желания есть Все так вот Будет происходить В нашем сознании Но Присутствие Духовного Учителя Это Духовное счастье Когда вы чувствуете Духовное счастье Вы должны знать От присутствия Гуру Парампары Это милость Гуру Парампары По которой Нисходит милость Господа Читания То есть Господь Читания Приходит по такой лестнице Которая состоит Из Духовных Учителей Такой тоннель есть Специальный По которому Может Проникать Господь Читания Потому что Он проникает Только туда Туда куда посмотрел Чистый преданный Куда направил Свою усилие Чистый преданный Вот туда Господь Читания пойдет Это Гуру Парампары Это все Вачнавы В Исконе Искренние Вот куда они пойдут Книги распространять Петь Харинампра Поведовать Туда Господь Читания Пойдет вместе с ними И так же И так же Он идет Потому что Это Гуру Татва Проводник Этот канал Существует Есть электрический ток Но должен быть провод Еще По которому Пройдет этот Электрический ток Вот этот провод Это Гуру Парампара Электрический ток Это вот непосредственно Господь Читания Махаправу И Кришна Это та самая Внутренняя энергия Милость Кришны Но вот этот провод Должен быть И провод бывает Серебряный Наилучший проводник Есть медный Хороший проводник Есть стальной Есть полупроводники Есть плохие проводники Скажем Какие-то вещи Вообще не проводят Электрические ток Гуру Парампара Это хороший проводник Все что мы получаем С вами Знание Счастье В сознании Кришны Это все Милость Гуру Парампары По которой протекает Милость Господа Читания Дорогой Гуру Парампараш Спасибо вам большое Уже будет деликое время У нас уже По московскому времени 17 часов Отведенное время Уже заканчивается Хотелось попросить Еще раз Буга Словении Чтобы мы Продолжали свое служение И в Казани И в Силах И вообще во всем регионе Чтобы мы оставались Твердыми И решительными Все духовные практики И старались И конечно Очень вас тут ждем И вот этот маршрут Добро пожаловать Что мы в Казань И в Новгород Нам очень нравится Пожалуйста Приезжайте к нам Давайте Приезжайте Али 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 Али